Итак, всем привет! Вот совсем недавно вышло видео про самые нужные и самые интересные программы для Macbook, то есть для системы MacOS. Вот и захотелось сделать аналогичное видео под уже систему iOS. На данном случае рассмотрим iPad. Программы, как вы знаете, очень схожи с iPhone и iPad. Я думаю, тут не будет особых различий. Это видео называется, как вы уже поняли, самые нужные программы для iOS. На примере iPad. Расскажу не о тех программах, которые являются встроенными, и не о тех программах, которые сделаны Apple, а о сторонних, то есть те, которые вам, возможно, пригодятся, как только вы купите новый iPad. Купили вы новый iPad и, собственно говоря, включили его, активировали и понимаете, что у вас всего-навсего 15 программ. Ничего из них интересного вы для себя не нашли. И тут понимаете, что нужно лезть в App Store. И что же, все-таки скачать, без чего нельзя обойтись в этой, так сказать, многогранной системе. Постараюсь рассказать все быстро, наиболее полно. Итак, начнем. Первая программа называется Adobe Reader. Adobe Reader является бесплатным помощником в работе с документами, если так можно выразиться. Работает с PDF, работает с многими разрешениями текстовых файлов, .doc, .txt и так далее. Можно загружать через него, можно, опять же, синхронизировать в облачном сервисе через iCloud. Довольно интересная штука. Суть данной программы заключается в том, что мы можем работать с документами, конвентировать и с PDF, и в PDF. Можно, опять же, конвентировать изображение в PDF. И, собственно говоря, работать так, заводить свою учетную запись и при помощи этой учетной записи, и работать со своими документами. Очень интересная и очень полезная программа. Думаю, она вам обязательно пригодится, и, конечно же, она вам понравится. Переходим на второй рабочий стол. Как вы видите, приложений достаточно много, но я, опять же, буду говорить о тех, которые, по-моему, являются одними из самых обязательных, если так можно выразиться. Слово дня. Эта программа, прежде всего, будет интересна для тех, у кого до этого не было iOS-устройства. Я думаю, у всех, кого они до этого когда-либо были, кто когда-либо был знаком с этой системой, уже так или иначе сталкиваются с этой программой. Интересная тема, интересная штука. Мне, конечно же, понравилась эта программа. Суть данной программы заключается в том, что мы заходим и видим некоторые слова, которые добавлены в базу этой программы совершенно недавно. Они могут быть совершенно разные, заимствованы. И это, конечно же, довольно интересно. Вот, например, слово «Афир». И упоминается в Библии страна, которая славила золотами, драгоценностями и так далее. Никогда об этом я, кроме этой программы, не мог узнать. Конечно, если порыться где-то в интернете, я могу это найти. Однако, когда вы где-нибудь в каком-нибудь непринужденном месте или обстановке в том же самом метро, или когда вы идёте, и у вас просто есть свободное время, начинаете открывать программу и просто довольно интересно это всё дело поставить, какие новые слова, и для себя, можно сказать, расширяйте свой кругозор. Вот так вот всё это дело перелистывается. Прошу прощения. Какие-то рекламки тут стали. Вот так вот всё это дело перелистывается. Довольно классно выглядит. Помним, раньше, ранешний iBooks ещё с iOS 6.0. А вот просто шестой версии вот тут. А-ля вот та же самая штучка. Конечно, всё это дело классно выглядит. Давно поэтому все скучали. Следующая программа под названием «Калькулятор версия 3» или как-то он корень из трёх. Я не знаю, как он может вчитаться. Суть программы в том, что когда мы работаем с калькулятором, мы подразумеваем просто вычислительную мощность калькулятора. Бывают самые простые, бесплатные, бывают более сложные, в которых есть логарифмы, тангенсы, контагенсы и, собственно говоря, всё. Эта же программа славится тем, что мы, можно сказать, превращаем наш экран, экран нашего устройства в попросту тетрадь и рисуем с помощью пальцев то уравнение, которое нам нужно. Ну, предположим, тут есть виртуальная полоса, как вы можете видеть, она обозначена пунктиром. Возможно, вам не она не очень хорошо видна, но когда вы скачаете эту программу, вы, конечно же, всё поймёте. Например, вот тот же самый корень из трёх, который до этого был, делим на два. После этого у нас всё вычисляется значение. После этого нажимаем кнопку «вычислить», однако можно на строках сразу поставить автоматическое вычисление. Не считая это нужным, потому что не всегда это бывает удобно. Нажимаем «вычислить», корень из трёх на два, это примерно 0,86. Не знаю. Программа довольно удобная, не всегда она распознаёт всё корректно, но, опять же, программа, которая работает с рукописным вводом и рукописным текстом, я не думаю, что вы найдёте идеал ей. Следующая программа «Лингва» для тех, кто увлекается иностранными языками. В частности, это программа для перевода с русского на английский, испанский, бразильский, ой, какой бразильский, чё несу, с русского на английский, германский, французский и прочие распространённые языки. Есть отдельные пакеты документов, которые стоит до них заплачивать деньги. Есть бесплатный пакет, который при покупке программы у вас сразу же становится. Программа стоит 139 рублей, по-моему. О том, как скачать все программы без джейлбрейка, смотрите на моём канале, видео выйдет, ну, буквально вообще скоро. Пропускаем клиент ВКонтакте недавно удалённый, опять же, потом же расскажу, как его можно будет скачать. Следующая программа «Дубль ГИС». Все, я думаю, все знают, это прекрасный помощник по городу. Вы заходите, можете посадить ближайшие к вам бары, рестораны, карты. Да, собственно говоря, всё, что вас окружает полностью. Обновляемая база каждый раз. Где бы вы ни находились, всегда сможете найти ваше местоположение. Всё определяется по спутнику. Любые маршрутки, любые троллейбусы, автобусы, куда доехать, это, конечно же, вам программа великолепно подскажет и великолепно поможет. Едем дальше. Следующая программа под названием «Яху Погода». Погода, конечно, всегда была довольно интересной штучкой, но когда мы открываем наш док, мы здесь также можем увидеть какую-либо погоду, если мы, конечно, здесь её настроим. Вот мне написано, температура воздуха стоит 20 градусов. Сегодня ночью в проливе дожди проливные, и температура воздуха стоит 11 градусов. Для меня этого недостаточно. Я хочу посмотреть на 2-3 дня вперёд, и что меня всё-таки ожидает. Одеваться, собственно говоря, потеплее, или можно уже одеться по-летнему. Открываю эту программу и смотрю, вот, у нас сейчас 20 градусов вечера, у меня 18 градусов проливные дожди. Теперь я понял, что ближе к вечеру нужно одеться более-менее потеплее. Также можно разбить программу на дни, чтобы посмотреть у каждого дни. И тут, как вы видите, прекрасная анимация, когда делаем один тап по экрану, и видим совершенно другие дни. Коих тут 5. На 5 дней вперёд довольно интересно. Плюс по часам, плюс различное давление воздуха. Короче, вся шляпа и всё это дело, конечно, интересное. Следующая программа под названием «Wallpapers». Я не помню, как она называется, «By Pimp Your Screen». Она бесплатная, можете скачать её, она довольно интересная. Я, честно говоря, даже мало сейчас людей знаю, у кого нет этой программы. Суть-то в том, что каждый день добавляется по 10-15 довольно дельных фотографий, довольно интересных, которые могут вам, собственно говоря, пригодиться. Вот сейчас это совершенно новые фотографии, которые были загружены совершенно недавно. Я вот их сейчас первый раз даже просматриваю, однако в программу захожу буквально каждый день. Вот с этих фотографий я уже видел. От Академии независимости США. Все картинки адаптированы под ваше устройство. Вот у меня сейчас iPad mini с ретиной. Ну, довольно всё дельно выглядит. И, конечно же, тут можно выбрать картинку на свой вкус. Плюс вы можете посреть ещё всё по жанрам. То есть есть Sky-Fi, есть картон, то есть, можно сказать, из мультиков. Ну, довольно много интересной темы. Я думаю, вы для себя найдёте. Кому не нравится фон. Едем дальше. Пропускаем различные приложения, которые нам не нужны. Следующая программа Chrome. Думаю, не стоит в неё заходить. Это браузер самый обыкновенный, который является заменой стандартному браузеру от Safari. Есть много причин для того, чтобы поменять свой браузер на браузер Art Chrome. Но есть также куча причин для того, чтобы оставить Safari. Конечно же, это всё решать вам. Довольно дельная и интересная тема. Довольно дельный браузер. Ну, собственно говоря, практически полная альтернатива компьютерной и полноценной версии. Едем дальше. Zip браузер. Очень интересная программа и очень полезная, я бы так сразу вам сказал. Суть программы заключается в том, что это самый обыкновенный архиватор. Но архиватор не такой простой. Во-первых, он бесплатный, так что вы можете скачать в App Store и бежать хоть час. Во-вторых, он разархивирует практически все известные форматы. Это 7zip, это стандартный RAR, ну и, собственно говоря, другие. Довольно интересный архиватор. И главная его особенность, конечно же, в том, что он бесплатный. Нет никакой триалки, есть только он. Документс. По-моему, он называется Документс Баридал. Да, все верно. Программа, по-моему, является платной. Однако я сейчас вам даже не скажу. Довольно интересная программа. Главная суть заключается в том, что сколько вам документов не кидали на свое устройство, все это дело при наличии учетной записи синхронизируется в iCloud. А с iCloud можно уже посмотреть на вашем майке, на вашем айфоне. Все зависит от разнообразия ваших девайсов. Это, конечно, интересная программа и довольно дельная. Если позволите мне сказать, я могу даже назвать заменой, полноценной заменой программе Adobe Reader. Но, опять же, она платная. Решать, конечно же, уже вам. Сейчас чемпионат в Бразилии, так что приложение от FIFA, я думаю, будет более чем удобное. Можно каждый раз зайти и посмотреть в любой ваш матч. Это все будет интересно. Я нашел всего два минуса. Первый минус в том, что программа абсолютно не русифицирована. Второй минус в том, что нет совершенно никакой вертикальной ориентации. Как бы я вот так ни делал, как бы я не хотел, чтобы у меня все это дело перевернулось в вертикальную ориентацию, у меня все работает только в горизонтальной. Опять же, делаю вот так, у меня все переворачивается. Делаю обратно, у меня тоже все переворачивается. Я не знаю, с чем связано, но вот такая вот программулина. Не знаю, почему именно FIFA сделали именно так. Идем дальше. Как мы знаем, когда мы устанавливаем новую систему, у меня система 7.1. 7.1.1, я даже не помню уже точно. В ней не стандартного калькулятора, а подчас он бывает довольно-таки эффективен. Иногда вам требуется рассчитать какую-либо стоимость. А если кто и получает огромные деньги, это, конечно же, является нетремливой задачей для повседневной жизни. Для этого есть такая программа, как Калькулятор Плюс. Калькулятор Плюс является бесплатной программой, довольно классная, с визуальным оформлением. Все сделано красиво, и рулочок на рабочем столе не будет привлекать много внимания. Многофункциональная программа, и она, конечно же, я думаю, придется по вкусу каждому. Приложение AppZap. Очень интересная программа, особенно для тех, кто любит получать новинки, кто любит особенно покупать приложения. Суть программы в том, что она следит за обновлениями приложений и следит за их ценами. Если раньше программа была бесплатной, то теперь она стала платной. Сверху будет написано, бесплатно или платно. Вот сейчас вы можете увидеть те приложения, которые у нас сейчас идут по акции. Программы и игры, типа Videos из видео, это и жанр фотографии. Утилиты AppSecret и игры JetRains раньше были платные. По 33 рубля стоили. А по фотографии видео с NVIDIA вообще 649 рублей. Сейчас она стала бесплатной. Думаю, это больше шляпная какая-то, не знаю, программа, потому что никто ее за 649 рублей не купит. Однако сейчас-то все бесплатно. Можно также посмотреть текущие акции, текущие скидки. И есть некоторые разработчики, которые делают не очень хорошо, у которых сначала идет цена буквально под бесплатную косит, а потом они ставят на ценку, и после этого программа перестает уже быть низко актуальной. После того, как зарабатывает рейтинг. Ну и переходим уже, можно сказать, в завершающей стадии. Не стал, как вы видите, долго задерживаться на этом деле. Пропускаем пейджер, потому что это программа от Apple. Идем дальше. Программа Maps Уизми. Ну, по названию можете понять, что это некоторая альтернатива дубль-гизу. Запускается все классно, очень все хранится красиво в кэше. Откуда бы мы ни начинали, и сколько бы раз его устройство не перезагружали, мы будем всегда становиться на том месте, на котором мы остановились. Есть классная такая штучка типа поворота. Нет никаких тормозов. Совершенно любом девайсе пробовал. Единственный минус в том, что эта программа как-никак является платной. Совершенно любую страну и совершенно любой город можно найти. Можно пинчатый зумом, зумить совершенно любое место. И в Южной Америке найти опять же любой город, после чего нажать загрузить Аргентина. Все это дело бесплатно, и после скачки программы вовсе будет, конечно же, весело и радужно. Идем дальше. АВПлеер HD. Классное приложение, особенно для тех, кто любит смотреть фильмы на своем айпаде, у кого памяти куча, кто любит смотреть некоторые видяшки, да и вообще просматривать видео. Очень интересный АВПлеер. Ну, я думаю, вы все видели, особенно те, кто интересуется программой в App Store, это приложение является 10 или 12 в топе по платным приложениям уже довольно большое количество времени. Текстграббер. Не стал бы о нем особо останавливаться. Это не та программа, которая нужна начинающему пользователю. Именно, опять же, те, кто увлекаются, так сказать, иностранными языками, я думаю, это более чем полезная программа будет. Суть в том, что мы сканируем текст в рукописном или печатном виде, он у нас распознает и переводит в PDF-ный файл. После этого можно перевести текст, будь то с итальянского на английский, с английского на русский или с русского на испанский. Поддержит огромное количество языков, но, опять же, все можно это дело расширить за дополнительные деньги. Программа, опять же, от разработчика Riddle. Итак, переходим уже к концу. Я думаю, последняя программа, от которой стоит сказать, это программа под названием PDD 2014. Конечно же, это не та программа, которая нужна начинающему пользователю. Конечно же, не все те люди, которые будут смотреть этот обзор и это видео, будут являться водителями и авторюбителями. Но эта программа более чем интересная. Единственный момент, который я нашел и который мне показался несколько неприятным, это то, что программа стоит в App Store 33 рубля, но когда я ее скачивал, из четырех пунктов доступны всего три. А самое интересное закрыто, собственно говоря, билеты для экзамена, которые разработчик просит разблокировать всего за 33 рубля. Так они бы лучше сразу писали, что программа стоит 66 рубля, а не делай за 33. Это а-ля с FIFA 14 вышло, скачиваете бесплатную версию, полтора гига, а потом у вас пишется то, что только пенальти одно открыто и все. Не очень это дело выглядит красиво и не очень-то хорошо разработчик сделал. Как вы видите, с нижнего дока ничего особенного нету, кроме вот этой программы. Эта программа называется Tongbo Assistance. Об этой программе поговорим в отдельном видео, смотрите у меня на канале. Это как раз то приложение и та программа, при помощи которой в данный момент и в данное время можно бесплатно скачать те платные программы, которые есть в App Store. Совершенно безболезненно и без jailbreak'а. Ну вот, собственно говоря, и все. Это видео подошло к концу. Если вам понравилось, ставим лайк и подписываемся на канал. Сыщем другие видео и до встречи!